Есть. Рада тебя видеть. Очень взаимно, очень взаимно. Приветствую, Ольга. Приветствую. Работаем впервые, сейчас успели проверить звук. Видео как видно, как слышно? Отлично. Меня видно, слышно? Реально. Да, да. Благодарю тебя за то, что присоединилась к сегодняшнему проекту в качестве клиента. За твою открытость. Мы сегодня приоткроем с тобой одну из граней коучинга. И наша с тобой демо-сессия станет маленьким вкладом в развитие коучинга. Как себя чувствуешь? Если честно, то присутствует некое волнение, потому что есть осознание, что много слушателей сегодня. Я могу поддержать. Хорошо, спасибо. Виталия, я могу как-то поддержать, возможно? Я думаю, что мы войдем в какое-то взаимодействие в процессе, и я забуду. Улечу и забуду. Прежде чем пойдем в сессию, хотела бы уточнить, как будет комфортнее, чтобы я обращалась на «ты», на «вы»? Конечно, на «ты», на «ты». По мне можно тоже на «ты». Виталия, есть ли что-то, что я должна знать о тебе на этом этапе? Я могу делать в процессе записи. Но я при этом буду присутствовать полностью в такой момент. И люблю образы. Прежде чем тогда пойдем в работу, предлагаю создать некие договоренности. Как на это смотришь? Согласна. Наша встреча записывается в рамках «Домодня», но если в конце сессии почувствуешь, что хотела бы, чтобы это пространство осталось только у тебя и не было в открытом доступе, пожалуйста, скажи, хорошо? Хорошо, да, я дам знать. У нас на сессии будет 30 минут. Как тебе это время? Отлично, я думаю, что нам должно хватить. Как бы хотела распорядиться и за сколько тебя предупредить? Ты знаешь, было бы комфортно, если за 10 минут ты напомнишь, что вот у нас остается 10 минут, чтобы сориентироваться. Хорошо, есть. И если вдруг процессы поиска решений будут идти, а отведенное время будет заканчиваться на демо-сессии, то предлагаю тогда встретиться за пределами. Как тебе такое предложение? Я буду рада. И разрешаешь ли делиться тем, что буду видеть, слышать, замечать? Да, конечно, конечно. Возможно, хотела бы добавить договоренности? Нет, я все, я готова уже идти в работу. Все отлично. Я тоже готова. Ручка, лист, я вся твоя. Подскажи, пожалуйста, что бы хотела для себя важного взять с нашей встречи за эти 30 минут? Ты знаешь, сейчас нахожусь в такой фазе, где запустился проект. Я являюсь автором этого проекта. Но тут речь пойдет не о нашем взаимодействии с партнером, а именно вот о моей настройке на этот проект, потому что я понимаю, что аудитория, с которой мы общаемся, аудитория, которую мы привлекаем, хочется быть с ней на одном уровне. Хочется, знаешь, таких вот резонансных отношений. И мне нужно как-то настроиться на это новое взаимодействие, потому что вот этот вот проект, он символизирует начало такого нового развития в моей жизни. И он уже запущен, да, то есть маленькие шажки уже делаются, но хочется вот сейчас вот со старта прям стартануть с таким настроем, чтобы отдавать прям всю себя, да, и быть вот в этом сотрудничестве, в партнерских взаимоотношениях. Вот. Как-то вот нужно мне настроиться на это, на все. Настроиться. А как обычно настраиваешься? Это, знаешь, такое какое-то... Это внутреннее. Это вот изнутри. Когда единожды произошла вот эта вот настройка канала, да, знаешь, или там радиостанции, как мы это делаем, ты ее поймал, и все. И ты знаешь, вот здесь оно мое, да, и сейчас я знаю, что мне нужно быть здесь, да, когда-то настанет момент, мне нужно будет поменяться. Но сейчас вот мне нужно настроиться на эту радиостанцию. И вот оставаться там, и вот, знаешь, когда едешь за рулем, подпевать и чувствовать, что вот это твой ритм, и быть на волне. Вот как-то так, да. Правильно ли я услышала, что настройка на состояние, а состояние это как некая радиоволна, где ты в своем ритме. Да. Да? А вот для того, чтобы переключаться в это состояние, что тебе обычно помогает переключаться? Что может быть этим переключателем в радиоприемнике? Это, знаешь, наверное, какое-то такое послание самой себе, что ли. Знаешь, какой-то такой вот такой мини-слоган. В общем, какое-то послание себе, вот, да. Какое состояние, какую волну послание себе должно включать в тебе? Ты знаешь, это запускает какой-то такой процесс, когда я, когда, знаешь, вот нет границ между мной и вот пространством. То есть когда, знаешь, вот энергия, обмен энергиями, он происходит вот бесконечно. То есть вот это вот сохранение энергии, порождение этой энергии, процесс деления этой энергии. И вот это вот все настолько гармонично происходит. Вот об этом состоянии вот я... Я уже немножко забыла ответ, уже куда-то улетела вопрос, уже куда-то улетела. Даля, как себя сейчас чувствуешь? Я как будто бы уже в какие-то пространства ухожу, которые будут давать мне вот эту энергию, которые позволят мне на эту волну зайти, чтобы быть вот, как сказать, в сонастройке с программой, с проектом. Что важность для тебя этой сонастройки, этого состояния быть в проекте, с программой? Вот тут, наверное, я просто поделюсь. У нас такое название, да, лакомство для ума. И получается, это как бы метафора. И можно же представить, что вот конфету ты взял, открыл, развернул, положил в рот, и ты наслаждаешься этим лакомством. А тут, получается, задача у нас такая, что смысл вообще этой программы в том, чтобы люди открывали в себе любовь к себе, чтобы они к себе относились, чтобы они вот находили вот это вот все самое главное, самое главное, что им важно в жизни, и ставили это на пьедестал, вот в центр, и все остальное тогда будет просто, вот оно будет приходить и будет складываться, как он захочет. И получается, что тут речь идет о какой-то такой абстракции. И почему мне важно? Мне важно, понимаешь, вот войти в этот процесс, чтобы понимать, как вот эти вот материи, вот эти вот состояния, как мы будем говорить, да, вот это о любви к себе, как это сделать, как полюбить себя, такой какой ты есть, принять и быть с этим, и наслаждаться этим, и строить свою жизнь, как ты хочешь, да, из этой отправной точки. То есть тут важна вот эта вот ментальная настройка, вот это вот что-то, что нельзя пощупать, нельзя поставить на полочку, как вот эту сладость конфету положил, ценник повесил, и тут уже как бы все понятно. Хочешь, ну, какие-то написать вкусовые характеристики, да, и получается потребитель сам решает, будет он или нет. А здесь что-то такое вот, такая глубинная какая-то связь должна возникнуть с другой стороной, с партнером. Партнеры, когда говоришь, кого имеешь в виду? Потенциальные клиенты, потенциальные вот люди, с которыми мы будем взаимодействовать, да. Себе будешь чувствовать, когда будет вот это вот глубинное взаимодействие с партнерами? Тогда, ты знаешь, этот процесс будет процесс наслаждения, потому что я не буду пытаться опередить, я не буду пытаться, знаешь, вот когда мы на одном уровне, то есть я не буду ни до, ни после, ни между, ни сверху, ни снизу, я буду вот там, где они есть. И это будет, вот в этом процессе будет взаимодействие, будет присутствовать легкость. Легкость и вот это пространство, которое мы будем делить, оно будет, знаешь, такое кристальное, прозрачное, то есть там не будет, вот сейчас оно какое-то такое, знаешь, вот туманное что-то, вот я вижу, вот стоит туман, и там какие-то образы ходят, ходят, и я не могу дотянуться, то есть нет возможностей, вот ветра нет, значит, ничего не происходит, никакого движения, нет чего-то, чтобы позволило этому туману рассеяться. Вот как-то так. Чувствуешь, что поможет туману этому рассеяться? Ну, это однозначно буду я, то есть это буду я, и, возможно, какой-то будет у меня инструмент в руке, который, вот знаешь, так подует, и вот так вот, и всё, и туман уйдёт. В каком-то там состоянии, когда ты дуешь, и туман уходит? Кто я в этом состоянии, да? Да, кто и какое состояние. Ну, ты знаешь, я тогда, как это сказать, не лечу, а вот состояние полёта, состояние спокойствия, состояние такой глубокой уверенности. Знаешь, вот эта вот уверенность, которая уже есть, ну, вот которая уже вот присутствует, да, сейчас, на старте, она, знаешь, она распространяется и вокруг, да? То есть я позволяю вот этой вот энергетике, вот этой силе, вот этой вот, вот этому вот движению взаимодействовать с внешним миром. То есть тут опять об этом вот отсутствии границ, о том, что взаимодействие происходит легко, и уровни взаимопонимания достигаются легко. Один уровень взаимопонимания. Вот, то есть, и я тогда, знаешь, как будто бы вот, я не знаю, как это описать, у меня вот сейчас уже пошли какие-то мурашки. Это что-то такое вот воссоединение, такое понимание, что ты не только слышишь, но ты и слушаешь, да? То есть ты на одной волне. И я вот растворяюсь в этом пространстве и ощущаю вот эту вот, знаешь, такую силу, спокойствие, и энергия течёт. Поделись, вот когда эта энергия течёт, и ты чувствуешь это единение, какой большей цели, какой большей возможности для тебя тогда открываются? Ты знаешь, тогда какие возможности? Ты спрашиваешь, я тебе скажу, но там миллион возможностей. Тогда вот эти все возможности открываются. Тогда есть возможность выбирать. Вот эта вот многовариативность, она как будто бы за счёт вот этого вот доступа к этому потоку взаимодействия вариативность не пугает. Ты получаешь к ней доступ, ты уверенно входишь в любой поток. Ты действительно открыт любому взаимодействию, ты уверен в том, что любое взаимодействие будет успешным. Так что ты что-то дашь, что ты чем-то поделишься, что я чем-то поделюсь этим миром, и что это вернётся обратно. Ты себя поймёшь в конце сессии, что нашла эту фразу, которая тебя погружает в это состояние, где ты в этом потоке? Ну, это однозначно будет что-то такое очень простое, такое лаконичное, короткое, да, ну, в отношении языка. Это будет меня наполнять, это будет что-то уникальное для меня. Для тебя что имеешь в виду, поделишься? Уникальное, это знаешь, как, вот, я не знаю, сейчас смотрю на вазу, да, то есть для кого-то это будет просто ваза, а для меня за этой вазой будут открываться глубокие смыслы. То есть, ну, вот, там я люблю, знаю, любое понятие, взять яблоко, да, что для меня за этим яблоком будет открываться что-то такое прям, что только со мной будет связано, и оно будет запускать мои процессы. Я говорила наполнять, вот так вот прям себя приобняла, показала, поделись, что имеешь в виду, когда говоришь, вот, наполнять тебя будет? Ты знаешь, я, наверное, буду это ощущать, это будет телесное, это будет телесное, и вот это телесное, оно будет переходить, то есть оно будет позволять энергии, ну, потоку энергии двигаться, будет в движении, будет запускать, да, и вот это вот телесное, и движение, вот это об этом. Правильно ли я услышала? Могу повторить, как услышала? Да, что, когда ты, для меня это как стратегия, знаешь, звучит, когда находишь некую фразу, это как некий такой переключатель на ту волну, в то состояние, где ты будешь в единении в потоке со своими партнёрами, где будешь очищать эту лёгкость, и не будет никаких границ. И при поиске фразы ты будешь опираться на внутреннее ощущение вот этой вот наполненности, этой энергии. Эта фраза должна быть уникальной, которую понимаешь ты, и должна быть простой, лаконичной. Правильно ли я тебя услышала, прочувствовала? Да, да, ты всё собрала, потому что у меня было такое ощущение, что у меня тут всё где-то летает, 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 и вот оно сейчас так вот собралось. А что сейчас вот с этой энергией у тебя? Она как будто, знаешь, вот она собирается в пучок, и она настроена на работу. Но она сейчас где-то вот, как сказать, она во мне, но она пока стоит. Она стоит, и вот она не знает, куда ей выстрелить, куда ей направиться. И вот так, да. Как интересно. Если сейчас энергия стоит, ждёт, то в конце, когда найдёшь фразу, она тебя будет наполнять и двигаться. Я правильно поняла? Да, она будет вот, вот, наверное, какие-то опять появятся мурашки, что ты знаешь, какое-то ощущение, что вот пошёл поток вот этого обмена, что оно запустилось. Да. А как если представить, вот прошло у нас, да, там прошло 20 минут, и ты нашла эту фразу, включила это состояние, что в первую очередь сделаешь из этого состояния? О, как интересно. Что я сделаю? Я просто в него войду. Я в него войду. и начну из полного доверия продолжать работу над проектом, продолжать, знаешь что, наверное, продолжать, не бояться быть собой и вот находить вот эти вот, находить, тестировать, пробовать, исследовать вот эти вот взаимодействия, как их устраивать. Да. Хочешь искать, как думаешь, что нужно поисследовать и где поисследовать, чтобы начать искать эту фразу? Ты знаешь, я думаю, искать нужно внутри. Оно все уже здесь, во мне, то есть вот в этой внутренней силе, во внутреннем, вот, во внутреннем, внутри. Столько раз внутри. Несколько раз так проговорила, внутри, внутренняя сила. Что чувствуешь, когда проговариваешь, что внутри? Я чувствую, что оно, оно во мне есть, понимаешь, как в каждом из нас. То есть это то, что я хочу людям донести, что действительно оно уже, вот здесь оно теплится, оно уже ждет, ждет, чтобы ты пошел своим путем и оно, знаешь, как вот, вот пульсирует. И у меня прям энергия зарождается на поиске. Я бы хотела первого поисследовать, куда энергию направить. Ты знаешь, наверное, вот в эту силу, да, что она для меня. Вот тут интересно, да, что ты, когда ее находишь, ты как будто бы становишься, сейчас я такое сравнение приведу, да, владельцем какого-то такого домашнего животного, которое всегда будет с тобой. Потому что тут, тут хоть это слово сила, да, оно сильное, да, но все равно нужно помнить, что об этом нужно заботиться. то есть вот сила, забота, прислушиваться, такое спокойствие, умиротворенность. вот в этом все, вот это вот все, как будто бы сейчас, вот знаешь, как вот я бросила в котел и вижу тут такой котел, и там варятся вот эти вот все, все то, что я озвучила, и вот я сейчас там немножко так покручу ручкой, да, и родиться вот это вот мое, то, что я ищу. Я уже туда все покидала. Как интересно. А что чувствуешь, когда наблюдаешь за этим котлом, где есть вот эти вот ценности, о которых проговорила? Мне очень интересно. Мне очень интересно, потому что я как будто бы экспериментирую, да, то есть можно разные туда вещи покидать, а я вот сейчас выбрала вот этот туда бросить. И получается, а что же из этого выйдет? Как оно выйдет на вкус? У меня прям такое любопытство и интерес. Вот. Проявишь. А как думаешь, как если ты, знаешь, варишь, да, в котелочке? По отношению, кстати, к котелочку, ты кто? А я? Ну, я вот пока смотрю со стороны. Ну, я как бы хозяйка этого котелочка. Хозяйка. Ага. И как если ты хозяйка, котелочка, и положила все самые ценные ингредиенты, что вкусного можешь такого там приготовить для себя? ой, там столько всего вкусного. Там вот это сказалось только всего вкусного, но пока вижу, что оно такое очень питательное, оно очень насыщает, оно очень, но при этом оно легкое здоровое. здоровое. И ты знаешь, я что-то подумала о том, что этот котел, то он у меня всегда есть. и что я могу в любое время подойти и ложечку отведать. И знаешь, что я сказала, да, что там столько всего вкусного, то есть, например, сегодня я пришла, и вот такой у меня вкус, я захотела, и вот оно так на вкус и есть. Завтра я пришла, и у меня другой вкус. Но суть в том, что вот у меня доступ к этому есть всегда. Вот. То есть мне нужно просто прислушиваться к себе, чего я хочу сегодня. и доверять себе, но ты знаешь, при этом понимать, что вот то, что я сейчас себя вбираю, да, оно будет для меня, знаешь, как такой питательной энергией, такой вот, как знаешь, мекстуркой, которая настраивает меня на вот это взаимодействие. То есть я должна быть, оно бац, дает мне такую открытость, такую ну вот, наверное, в первую очередь открытость. Да. Далее, ты так делилась, и, знаешь, могу поделиться тем образом, который мне пришел. что ты, как, знаешь, хозяйка этого, знаешь, котелочка, в котором варишь, прислушиваясь к себе, выбираешь ингредиенты. Это как для меня, это как некая стратегия. И приготовив, знаешь, домик-стурку в нужное для себя время, в нужный момент, готовишь домик-стурку, которая тебе нужна, и попадаешь в то состояние, которое для тебя важно и ценно. Для меня это как некая такая, знаешь, как настройка, как некая такая стратегия попадания в это состояние. Как тебе это? Отзывается? Да. Да, очень, очень называется. А что бы хотела, возможно, добавить? Ты знаешь, вот ты когда делилась, мне так стало спокойно, как будто бы это все уже есть. То есть оно уже внутри, как я это сказала вначале. И получается, что вот эта мекстурка, которую я создаю, когда я прислушиваюсь к себе, это о ну вот что-то про помешай. Вот знаешь, для меня как вот это то сообщение, которое я сейчас ждала, когда оно ко мне придет, и оно о просто помешай. То есть вот именно о том, что мне нужно сегодня. То есть когда я буду себе это говорить, да, вот что вот ты просто помешай, да, то я буду как бы понимать, что мне нужно достать изнутри, что сейчас нужно в эту открытость привнести. Как выстраивать вот это взаимодействие. Вот это об этом. эти осознания, да, которые к тебе пришли, помешай, ты прям так несколько раз выделила это слово, может быть полезно для сегодняшнего нашего запроса найти фразу, которая будет помогать тебе приходить в то состояние, где нет границ, и ты в потоке с партнерами. Я думаю, что это вообще та фраза, потому что слово такое интересное, я никогда бы не подумала, что, ну, покажи мне в начале сессии слово помешай, я такая, ну, это вы о чем вообще, это для чего, и получается, что сейчас это для меня слово со смыслом, которое позволит мне наполняться вот в те моменты, когда мне нужно будет наполниться для вот этого взаимодействия, чтобы там творить, чтобы создавать, чтобы быть в потоке, чтобы настраиваться на этот партнерский уровень, чтобы все это было вот, да, вот в таком вот партнерском стиле, и вот это оно, да, это именно как раз та фраза, тот посыл, то послание, фраза из одного слова. Виталий, знаешь, не могу не поделиться, позволишь, когда ты говорила уникальное слово, вот действительно помешает настолько уникально, что это действительно только твое слово. Ну да, кто еще такое захочет в таком контексте. Как сейчас вот с той энергией, которую ты говорила, будешь к себе прислушиваться? Ты знаешь, какое-то пришло такое успокоение, какое-то такое, знаешь, вот, как будто бы произошла вот эта вот сонастройка, и я просто знаю, что рецепт у меня всегда есть. Вот в чем, наверное, уникальность этого, что я-то искала, да, я искала слово, но я нашла больше, то есть я нашла не просто слово, я нашла осознание того, что этот рецепт всегда во мне, и что вот это помешает, оно будет еще и об этом мне напоминать, что ты давай загляни в себя, вот, и ты найдешь. движение, оно предвкушало движение, а как сейчас внутри? сейчас, знаешь, как будто бы энергия, как, знаешь, вот как какой-то такой ручеек, вот появилось движение, но оно такое спокойное, и вот этот вот, вот как ручеек, и вот он обновляется, 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 или даже, знаешь, наверное, вот это не ручеек, мне сейчас пришел образ горной реки, но он такой спокойный, да, и что вот эта вот вода, она обновляется каждый раз, и получается сейчас вот этот поток, он начал идти, и он будет все время обновляться, потому что рецепт может быть каждый раз разным, и суть в том, что я нашла вот этот вот, ну вот это вот движение, движение, вот, интересно. Чувствуешь, можем идти к завершению, я тебя не стала перебивать, когда были осознания? Да, конечно, абсолютно, я, я уже готова, да, все, мне прям очень нравится это помешать, это будет единственное слово, которое я сегодня запишу. И как тебе это, то, что нашла, Наталья? Мне очень нравится, что это просто, что это мое, уникальное, и что оно запускает вот эту вот энергию, это какие-то чудеса, то есть, ну вот, это одно слово, которое я записала на листочке, оно может себе скрывать вот такие вот смыслом. Некий итог своей работы, что ценного о себе узнала? Что ценного я узнала о себе? Ты знаешь, наверное, я ценное узнала о кучинге, о взаимодействии, что получается, мы же сейчас создали пространство, которое позволяет вот этому вообще рождаться, и получается, что ценное для меня это ценность вообще нахождения в моменте, потому что мне сейчас нужно было вот постоянно на этом вот концентрироваться, и оно занимало все мое вот это мыслительное пространство, и я понимаю, что когда у тебя есть вообще возможность это сделать, простое решение на такое какое-то, знаешь, вот такое какое-то вот это вот, потому что я пришла, у меня было такое, вот такое вот все где-то летало, такие кучи, я думаю, боже, что это, ну это же какая-то такой, это что, что это, это неосезаемое, как ты будешь это решать, и вот получается, ценно это то, что оно все в нас, и любой вопрос, который ты себе задаешь, ответ на него уже в тебе, и если ты выделяешь себе это пространство, да, то есть это тоже о любви к себе, ну почему не позаботиться о себе, не дать себе это время, и не разрешить это все, вот, поэтому вот так вот, вот это все ценное, много ценного беру, да, да, знаешь, этот рецепт, микстурку, да, и таким, кодовая фраза и послание помешает, будешь запускать то состояние, которое тебе нужно в моменте, какие новые возможности в твоей жизни будут открываться? Ой, ты знаешь, это, наверное, еще больше энергии на то, чтобы пользоваться этими возможностями, потому что возможности открываются, когда ты открыт им, да, то есть ты же можешь просто сидеть и ждать, когда на тебя нагрянут эти возможности, а тут получается я уже в состоянии, которое позволяет мне на эти возможности запрыгивать, и вот, я просто буду этим пользоваться. А когда будешь запрыгивать на эти возможности, кем будешь? Знаешь, я буду каким-то таким экспериментатором, каким-то таким светом, лучиком света, который вот прыгает и и энергия не иссякает в этом лучике, да, и вот тут именно пробование о доверии себе, о том, чтобы прислушиваться к себе, да, потому что бывают возможности, на которые тебе не нужно запрыгивать, да, тогда просто прислушайся к себе, и в итоге-то все возвращается опять сюда, так что оно все тут, как в ближайшее время думаешь применять вот то сознание, да, ту фразу, которую я для себя нашла? Ты знаешь, наверное, вот оформить наш проект, оформить его вот в этот вот диалог, да, то есть оформить его, то есть ну расписать уже вот это вот конкретное взаимодействие, которое будет рассчитано на больше аудитории, и просто двигаться дальше. а что-то может тебе помешать, вот что-то забыть, помешать, что-то может? Я думаю, я думаю, нет, ты знаешь, вот вот единственное, наверное, вот единственное, что может помешать, знаешь, когда мы просыпаемся с утра, я думаю, у нас у всех бывают такие моменты, когда мы думаем, ай, не хочется, хочется еще полежать в кроватке, да, вот это, наверное, даже будет помогать мне быстрее выпрыгивать из кроватки, да, вот это вот помешает, и что вот эти рецепты, что ты представляешь, ты просыпаешься, и у тебя тут кругом лежат рецепты, а ты такая, ну, и чего сегодня буду делать, и давай мешать, то есть это, знаешь, какой-то такой драйв, какой-то вот такой неисчерпаемый интерес, я думаю, что не сможет помешать ничего. А кем будешь, когда будешь просыпаться, и сразу мешать рецепты, которые будут рядом находиться? Знаешь, я буду просто, наверное, человеком, который наслаждается жизнью. Да, вот так вот, вот так вот лаконично и просто. Виталия, спасибо тебе большое за сегодняшнюю сессию, за твою открытость, за глубину исследования. Я желаю тебе, чтобы ты, как хозяйка своего, знаешь, рецепта, да, всегда могла мешать разные ингредиенты своей ценности, и в любой момент, на любом этапе жизни формировать то состояние, которое тебе нужно, где нет каких-либо границ, где ты можешь быть этим лучиком, этим светом и достигать все, о чем ты мечтаешь и чего желаешь. Спасибо тебе большое за сессию. Спасибо тебе.